давайте этого дороге позанимаетесь я думаю успехи у вас уже есть до ставится прекрасно не должно быть никаких сложностей тут все просто тратить на это время не хочется сейчас я следующую презентацию нашу открою так так все меня видят что пароль студента логин какой не знаю мира славяда пароль студент так перед тем как мы с вами поговорим про ванка я хочу вам показать я хочу вам показать команду эхо она совершенно замечательная команда она показывает печатает собственные параметры мышка я хочу немножечко уменьшить это окошко видно окно или сделать больше шрифт есть команда эхо вот и эта команда печатает собственные параметры то есть если вы искажете какую-то строчечку она ее напечатает если вы искажете какую-то переменную предположим пэс да она его напечатает такая вот простая команда которая печатает собственные параметры больше не делать ничего она нам понадобится для того чтобы поисследовать следующую вещь следующая вещь это wildcard так называемая wildcard или же по-русски ну это по-английски wildcard по-русски это называют символами макроподстановки забытое совершенно такое выражение символы макроподстановки вот использовалась давно в советском союзе но я его вспомнил тут и решил снова ввести в обиход что это такое для чего они нам нужны символы макроподстановки нужны для того чтобы отобрать некоторое количество файлов там из кучи файлов выбрать какие-то по разным как бы параметрам ну наиболее близкий аналог windows это звездочка только звездочка все файлы в каком-то каталоге это некоторая некоторый зачаток символов макроподстановки в windows вот здесь вот у меня на слайде слева указаны имена файлов слева указаны имена файлов ну вот какие-то имена файлов которые реально могут быть могут не быть системе но вот такие вот я придумал и первый символ макроподстановки который мы с вами посмотрим это знак вопроса то есть знак вопроса в символе макроподстановки заменяет один любой символ в имени файла вот просто один любой символ точно один и точно любой это важно соответственно если применять можно один знак вопроса вместе с другими знаками вопроса и со всем остальным и со всеми остальным вот в данном случае мой примерчик на вопрос вопрос 2 обозначает файлов имя которого состоит из трех символов третий из которых два соответственно из указанных здесь файлов какие будут подходить первый третий по числению второй длине трех символов это вот конкретно то есть знак вопроса заменяет только только соответственно один символ смотрите есть еще одно правило вот дот файлы вот эту точку в начале файла не может заменить ничто на точке в начале файла не работает ни один символ макроподстановки ни одна wildcard они должны быть обязательно указаны явно это второй как бы вторая фишка скрытых файл первое то что на команды ls не выводится для пользователя кстати интересный вопрос собеседования но это уже такой второго года обучения спеца подколоть хочешь скажешь а где это определяется выводится вам по команде ls скрытые файлы или нет а вот следующий символ макропостановки это звездочка звездочка заменяет собой любую последовательность любых символов в том числе нулевую да то есть звездочка может заменять ничто соответственно мы не можем в отличие от предыдущего случая мы не можем здесь сказать точную длину файла соответственно в следующем моем примере какие символы какие будут входить ну давайте смотреть то есть к нашим предыдущим потому что понятно что предыдущий тоже входит здесь звездочка будет заменять пустое количество вошел еще второй а следующий символ макропостановки это список или промежуток символ то есть вот такой вот квадратные скобочки то есть последовательность в квадратных скобках она заменяет один символ а какой символ указано в этих квадратных скобках здесь может быть перечислены символы через запятую здесь может быть промежуток от 1 до 4 или перечислены от а маленькое до z в соответствии с man ASCII с таблицей кодировки ну вот пример в моем случае это будет файл имя которого содержит три или больше символов и третий символ в котором будет цифра от 1 до 4 соответственно он отберет вдобавок еще и вот эти вот файлы это основные вещи а это чередура кодек да то есть здесь все включительно значит здесь полный список того что может быть макро-подстановка то есть помимо того что да кто-то меня хочет Жор да у меня лекция но я приду на митинг так сейчас видите можно я будильник себе поставлю чтобы мне его не проспать добавить 19 предположим 50 50 захоронить чтобы я его не забыл значит есть еще фигурные скупки посмотрите как это применяется там как бы вот выбор фигурные скобки очень удобно вот в конце отобрать все доки и все pdf в одной команде доки плюс pdf то есть это так называемый агрегат вот есть еще квадратные скобки аналогичные вот этим но только с восклицательным знаком это соответственно отрицаем да соответственно любой символ кроме перечислил ну и понятно что backslash он экранирует много чего в том числе сами вот эти вот скобочки и так далее вам вошли скобочки в именах файлов значит что я вам хочу показать что я вам хочу показать давайте мы перейдем в каталог предположим etc и я скажу эхо ну предположим от а до z да ну и делайте да так вот ну то есть ну во первых да эхо звездочка это список файлов да да что это значит это значит что вайлдкарты отрабатывают на уровне шелла надо тоже помнить то есть если вы пишете какой-то скрипт и хотите принимать звездочку вам не надо ее разбирать вам этот список файлов уже придет уже развернутый это делается шеллом это первое что второе что это как жить без лс да с эхо звездочка можно жить без лс не удивляйтесь если вдруг вам встретятся кси у которых нету лс не теряйте да такое бывает и бывает часто потому что ну лс не очень нужная команда в реальности там вот на всяких embedded устройствах да там вот в роутерах вот я говорю у меня очень показательный мой дир 300 роутер в котором нету команды лс в котором я подпаялся просто чтобы посмотреть что там внутри вот ну и как оно работает да то есть эхо из трех файлы из трех символов состоящие файлы состоящие больше чем из семи символов ну и так далее да файлы в которых расширение из двух символов файлы в котором расширение из трех символов не получилось да интересно вот это кстати интересно вряд ли тут есть ну то есть иногда встречаешь такие вот странные вещи да то есть видите он не нашел таких файлов он вывел эту строчку но опять таки это я уже ничему здесь не удивляюсь потому что в линуксе сплошь и рядом такие нелогичные вещи да а не нашел давайте-ка я выведу почему-то я не удивлен да то есть ну окей то есть так вот оно нормально да так вот я подозреваю оно тоже будет нормально а вот если он не находит то он их выведет ну не знаю что надо сказать бывает так так это что касается wildcard все здесь это просто и собственно говоря останавливаться особенно не буду просто пользуйтесь это удобно это хорошо и это как бы гораздо приятнее чем в windows его звездочка .doc тут все более как бы логично да и многие спрашивают расширение как такового расширения файлов в windows файлов нет то есть имена а не имена мы ставим точку там какое-то расширение только чисто для удобства для удобства для удобства совместимости и так далее но в принципе никто ничего не требует да но как-то для человеческого взгляда удобно да если файлов исходного текста на оси то он будет точкой си на плюсах плюс си плюс и так далее так видимо я этот кусок да я я не очень часто читаю просто курс по линуксу уже в компании я сдал другим людям этот курс а последний курс я серьезно готовил для коллег из бишкека был удаленный курс через интернет вот поэтому у меня все презентации лежат в папке бишкек последний переработан поэтому у меня обычно была другая презентация но окей это тоже нормально я вспомнил что это переделал и так о чем я здесь хочу рассказать что у нас любой интерактивный процесс так аккуратно если сказать любой интерактивный процесс имеет открытыми всегда три файла если процесс интерактивен привязан к терминалу или к чему-то подобному терминалу да то он имеет всегда три открытых файла один файл называется stdin вот и этот файл открыт на чтение когда вы запускаете любую команду то файл stdin он привязан к вашей клавиатуре вот и два файла открыты на запись один файл называется std-out и собственно говоря предназначен для стандартного аута для стандартного вывода то есть вот вы набрали команду ls и то что она напечатана это стандартные выводы если при этом возникла какая-то ошибка например команда ls не смогла прочитать какую-то директорию но если вот там сложную команду ls как для ls звездочка вам даст спислистин директорию вместе с поддиректорией то она выведет то что смогла прочесть на std-out а те ошибки которые возникли она выведет на std-er и важны вот эти цифры это дескрипторы файлов это стандартные дескрипторы файлов и std-in имеет номер 0 std-1 имеет номер std-out имеет номер 1 std-er имеет номер 2 почему это важно потому что мы сейчас посмотрим как их можно перенаправлять эти файлы то есть отвязывать этот экран и привязывать к другому файлу в процессе запуска команды перенаправление что std-out что std-er и даже std-in то при программировании на бэш вам наверняка когда-то придется это делать с этими дескрипторами можно работать прямо из бэша то есть если вы захотели записать что-то в файл то наиболее простым способом будет взять первый дескриптор сохранить его в какую-то переменную дальше привязать первый дескриптор к какому-то файлу новому или не новому туда просто на стандартный вывод накидать каких-то команд которые нужны а затем обратно привязать первый дескриптор к тому что вы сохранили там какую-то другую это один из стандартных подходов при программировании на бэше когда вам нужно в рамках одного скрипта записать в несколько или множество разных файлов да вот такие вот есть прихват значит нам для того чтобы мы можем эти выводы этих команд перенаправить да просто перенаправить std-out галочка в какой-то файл да это у нас стандартный вывод какой-то команды будет записан в какой-то файл забегая немножечко дальше вы можете сделать вот такую вот двойную галочку двойная галочка добавит std-out к этому файлу да видна разница просто галочка перезапишет файл а двойная галочка допишет то есть из него все удалится на одинарной да на двойной нет двойная допишет вот остальные команды дескриптор файла и галочка да то есть второй файл перезаписать то есть стандартный вывод ошибок перезаписать в какой-то другой файл можно можно сразу два в какой-то файл ну и можно соответственно двойную галочку вот здесь вот все возможные варианты перечислены и да мы можем стандартный ввод получить из какого-то файла здесь вот есть примеры которые можно посмотреть но я вам лучше покажу на экране другие примеры значит смотрите еще одна команда которую которая вот эхо очень полезная команда есть еще одна полезная команда она у вас уже была она называется cat cat да мы ее с вами видели в виде там cat вот посмотрите на экране смотрите предположим я возьму файл 1 он у меня уже есть да и я сделаю файл 2 где сделаю там двоечки какие-то наберу вот я могу сказать cat 1 и 2 у меня эти файлы вывелись один за другим видно видно вы на экране вы не подключились подключитесь так же виднее там 52 52 да соответственно воспользовавшись перенаправлением вывода мы можем сделать что то мы можем перенаправить его вывод в файл 3 в результате у нас получился файл 3 который состоит из файла 1 и файла 2 то есть это простой способ эти файлы слить вместе но вообще команда кат без параметров еще более интересная команда потому что кат без параметров она читает стандартный ввод и выводит на стандартный вывод так не получается или что получилось сейчас посмотрите я почему-то это у нас промышлова да не той программы нужно вот это а немножко вверх разные версии VNC стандартный кат он вот кат без параметров смотрите он читается стандартного ввода и пишет на стандартный вывод читается стандартного ввода пишет на стандартный вывод. Значит, он это делает до тех пор, пока не закончится стандартный ввод. Признак конца файла в Unix и в Linux тоже это символ Ctrl-D. Ctrl-D для того, чтобы выйти из этой команды. Но можно же сделать так, вот, cut в файл 1.txt Вот, и здесь что-нибудь написать. Ctrl-D И я, соответственно, записал некую информацию с экрана, со стандартного ввода, точнее, в файл 1.txt cut1.txt Вот мы видим, как этот файл записался. Ну, собственно, вот для этого cut полезная команда, которая позволяет много таких вещей сделать. Опять-таки, часто это ее свойство команды cut используется в скриптинге. при написании скриптов вы часто можете встретить, когда вам надо что-то записать в файл, то это делается при помощи команды cut. Когда нужно из скрипта что-то записать в файл. Покажу. Будем смотреть Bash, Bash, я покажу, как это делается. Так, ну, теперь, ну, какие применения могут быть простые? Да, например, ну, давайте так, pvd мы запишем в каталог dir, в файл dir, а затем ls-al мы допишем в этот же файл dir. Ну, теперь, если мы посмотрим, а что мы сделали, давайте посмотрим. Почему мы команду pvd записали? Путь. Результат. Видите? Вот результат команды pvd. вот результат команды ls. То есть, мы сделали простую вещь. Да, файл, в котором сначала путь директория, а потом ее содержимое. Например. Ну, вдруг для каких-то целей нам это надо. Просто just for example. Просто пример. На стандартный ввод, в принципе, но мы тоже. Да, кстати, большинство unix-овых команд работает таким образом. То есть, двояко. Мы можем в кате дать параметр файл, да, он с ним что-то сделал. А если мы файл в параметр не дали, то мы можем, то эта команда читается стандартного ввода. Почему так сделано? Сейчас я расскажу. файл, но эффект, например, такой. Та же с командой grab, например. grab http. Помните, у нас была команда, и дальше мы давали файл. То мы можем ее просто так выполнить. И здесь она будет брать команды со строчки со стандартного ввода, и в строчке, которую он встретит http, он будет выводить на стандартный вывод. Очень много Unix-овых команд сделано по такому принципу. Соответственно, DeepTrace, интересно. Откуда у меня здесь DeepTrace? У меня в Ubuntu вообще. Ну, окей. Потому что, ну, да, и вот мы можем сказать grab http, да, и на вход подать ему файл наш etc-сервис, который мы любим. Да, будет ровно то же самое. Если в отдельной команде такое перенаправление ввода-вывода, оно как бы не очень логично. Хотя, ну, может быть, да, вы какие-то исходные данные сохранили в файл и дали на вход. Часто очень этим пользуются всякие там самописные программки. Сходные данные какого-то файля записали, все хорошо. Читаем до конца файла. Но самый важный момент в этом деле не просто перенаправление ввода-вывода, а то, что мы можем создавать пайпы. И пайпы ну-ка трубопроводы, да, или я не помню, русское слово для этого не знаю. Я бы даже заучил. Но все говорят пайпы. Конвейер. по-русски это называется конвейер, по-английски это называется пайплайн или просто пайп. Калька с английского будет трубопровод. Ну, все это хорошо. Что это значит? Вот он обозначается вертикальной чертой и может соединить две команды. При этом стандартный вывод команды 1 поступит на стандартный ввод команды 2. Кстати, в зачатке этого есть Windows в CMD и некоторым интересным образом они реализованы в PowerShell. Это получается последовательное выполнение команды? Точно. Когда следующая команда берет данные предыдущей. в этом случае команда 2 берет данные команды 1. Да. И вот такие с использованием Pype очень много в Unix пишется так называемых однострочников. То есть неких составных команд состоящих из многих частей, из многих команд для того, чтобы у нас что-то получалось. Примеры будут. Самый простой например мы можем посчитать количество строчек в файле ETC сервисов. Так вот например их будет 13 121 а если мы взяли и грэпом грэпнули HTTP ETC services да сколько таких строчек и как их посчитают? Пайп поставить ВЦ абсолютно точно. То есть мы берем ставим пайп ВЦ все у нас прекрасно сработало. Ну вот например А почему три цифры вывела? Что почему? Почему три цифры вывела? Это конечно строчек слов и символов. ВЦ минус L выведет строчки. Здесь видите я VC давал там в предыдущем. Вот видите VC минус L я давал. вот вот команда W как очень часто бывает нужно поработать вот с таблицей я не заголок вот я довольно часто фильтрую W ну вот так получается у меня в одном месте сервисы логинятся так что они здесь видны. И у меня довольно стандартная команда которая вылетает из-под моих рук set 1 2 D то есть это set это пакетный редактор мы его тоже с вами посмотрим в данном случае я удаляю первые две строчки или например команда PS которая выводит список процессов ну в данном случае данного пользователя или минус A поподробнее если X то вообще совсем подробно вот ну и например хочется иметь эти процессы как-то потом обработать их более качественно хочется убрать первую строчку ну можно это сделать таким образом PS grab минус V предположим PIT да и вот мы с вами как бы греппаем эту строчку ну будем смотреть дальше более как бы подробные вещи ну не знаю давайте что-нибудь придумаем такое более-менее сложное на эту тему например мы что-нибудь поищем конф файлы не знаю нет так это что-нибудь сделать интересно я так даже сходу мало команд знаем еще можно BIN поискать файлики и что дальше а как мы фильтровать будем окей смотрите например мы берем мы берем LSE ETC да теперь я хочу все файлы из ETC которые имеют расширение D куда-то скопировать да вот я сказал LSE ETC дальше из этого я отобрал нет так не надо а где так ну я напишу команду find ETC минус type просто минус name звездочка точка D он не найдет файлы все заканчивающиеся на D и что не нашел не может такого быть минус минус наверное name нет странно кавычки другие может быть может быть нет type это тип почему не работает find а ну наверное мне надо стать рутом да да ну окей ладно успеется с примерами я как бы придумаю вам тут же я буду показывать вам многие вещи где будет понятно что здесь pipe вот просто я хотел еще одну вещь показать ну тут редиректы понятно разные сложные редиректы могут быть мы посмотрим с вами это чуть-чуть попозже я специально это сейчас пролистаю потому что у нас могут у нас будет там тема в которой мы это посмотрим поподробнее значит здесь я говорю о довольно интересной команде которая называется t нет я все-таки что-нибудь вам покажу сейчас давайте сделаем так давайте возьмем grab http из файла etc services да теперь мы отфильтруем из них только tcp сервисы да только tcp остались теперь возьмем те которые не https https grab минус v https а не то https то есть http но не https ну вот теперь http и теперь мы посчитаем сколько их у нас таких образовалось да вот такая вот более-менее длинная пайпа которая позволила нам что-то сделать но бывают случаи когда нам непонятно почему-то не работает вот этот одностроечник как нам подебашить его для этого есть прекрасная команда t смотрите если я скажу cat1 да но я могу передать на стандартный вот и попросить его и дать команда ну имя файла ему в параметры и у меня cat сработает как есть но при этом запишется файл out1 в котором будет все то же самое что вывелось на стандартный стд out понятно да команда то есть команда которая позволяет пойти попить чай большой длинный процесс идет очень часто там например компиляция ядра большие передачи данных посмотреть что там происходит по дороге пошли попить чай у вас файл все пишется вы пришли он продолжает как бы писать такая вот команда откуда она родилась если мы вот в нашем большом однострочнике поставим еще этих команд например out1 да дальше поехали grab здесь мы сделали out2 ой t out2 и здесь сделали t out3 out3 то у нас в файле out1 окажется та информация которая прошла через первую в пайпу дальше в out2 окажется та информация которая прошла через вторую пайпу и out3 та информация которая прошла через третью пайпу соответственно вот у нас это дело возникло и здесь и мы можем посмотреть да как ну или лучше мо да мо out3 out3 у нас будет небольшой файлик да out2 у нас будет уже больше файл вот видите tcp сплошные а out1 у нас будет все вместе с udp соответственно исследуя эти файлы вы можете подебачить вашу вашу пайпу вот что у меня здесь еще есть ну да значит смотрите в отличие от валка я вот люблю объединяйте две темы в одной презентации почему потому что разные уровни обработки это интересно да если у вайлдк они обрабатываются шелом то есть они никуда в систему не проваливаются то пайпы это принципиальнейшая команда да сейчас посмотрим тэр интересная команда бывает полезно то пайпы они работают очень глубоко в системе то есть пайпы они имеют поддержку на уровне ядра почему потому что представьте себе такую ситуацию что вы объединили пайпой два процесса один процесс который генерирует данные ну читая прибор им привоз диска а второй процесс эти данные обрабатывают и он работает медленнее он потребляет данные медленнее чем тот процесс который данные отдает и что возникло мы очень часто крутим огромный объем информации если мы не будем управлять вот этими буферами передачей данных то у нас все просто накроется поэтому именно поэтому пайпа она реализована очень на очень низком уровне более того даже в когда мы говорим про статус какого-то процесса то бывает процесс статус процесса пайп вейт то есть ждем пайп процесс который генерирует может быть либо ему снижен приоритет либо он вообще может быть остановлен пока второй процесс не обработан пайпа это крайне надежная штука в системе и общее правило является такое что вы если у вас есть возможность использовать пайп или не использовать пайп то используйте пайп у меня был такой простой случай он был непростым он был весьма странным требовал больших исследований у меня мой коллега настроил бэкап и он проверял несколько раз бэкап простой там была сложность использовать специализированный соус поэтому бэкап был простой сдергивалась файловая система и на лету это дело система активировалась и записывалась там достаточно высокоскоростное устройство на ленту при этом этот пайп рандомно при этом этот бэкап рандомно падал не прошел бэкап и все завалился посередине завалился на 2-3 ну вот пытались там устройство тайм-аут еще что-то не смогли ничего сделать пришли ко мне помоги и я смотрю что там для бэкапов используется команда сдернуть файловую систему плюс там есть ключик ее архивировать без архивации очень большая там данные такие которые хорошо архивируются от них 10% 12% после архиватора архивировать явно на что я сделал я взял простую вещь я взял то что читает сдергивает диск команда так была и я убрал из нее архивирование архиватор поставил по дороге пайп посмотрим это дело просто пайп в архиватор и соответственно из архиватора запись налево и все подать перестало хотя казалось бы да эта команда вроде как отважная давно известная команда то есть десятилетиями улучшая но тем не менее пайпа оказалась надежна вот кроме того в современном мире существует довольно много всяких способов способов пайпу передать через сеть то есть выполнить там на удаленном компьютере какую-то команду чтобы она на стандартную что-то выдала ее подхватила команда которая связывает два компьютера и на этой стороне выдала мне тоже в пайп и даже в этом случае удается пайпу нормально хорошо качественно синхронизировать и передавать через них большие объемы информации так здесь посмотрите ну команда TR интересная давайте я вам покажу потому что когда-нибудь она TR ну предположим раз два три в 8 9 0 вот и дальше пишем так вот она все нормально да как только цифры встречаются какие-то циферки переписываются ну и здесь показано да то есть предположим здесь у нас от А до Z а здесь у нас от А до Z от А до Z большого да ну и поехали все маленькие буквы становятся большие такая вот интересная команда тоже работает как фильтр вот ну и здесь есть примеры о том как ваш bash профайл можно конвертировать из больших все в маленькие буковки как конвертировать наоборот вот то есть такие вот вещи на самом деле это довольно стандартная операция когда вы переименовать файлы припозже с windows в маленький регистр с windows они ползут за главными хочется в unix поиметь все таки маленький более привычный да lowercase тоже так иногда это делается так skype хочет проапдетить ну и последнее просто здесь это здесь это специально эта страничка сделана потому что запись в файл это одинарная кавычка вправо до запись в файл это одинарная кавычка вправо перезапись одна до запись две наоборот на stdin дать файлик это кавычка стрел ну кавычка влево да галочка но в shell есть две кавычки влево и они имеют тоже отношение к stdin но несколько другое смотрите я сделаю вот так я сделаю как буду записывать в файл ну не знаю три единицы и я буду их записывать до тех пор пока не встречу три буквы е и вот я там что-то записываю в нее вот даже могу где-то три е по дороге наверное встретить а вот если у меня вдруг будут три е на отдельной строчке то у меня записывать файл что-то перестань в результате получилось cut1 1 1 вот такой вот файлик получился это используется в скриптах когда вам нужно из скрипта что-то записать файл это один из способов но самое главное что не только в файл а в команду например есть некоторая команда которой нужно какую-то информацию набрать руками а вы хотите эту информацию использовать в скрипте понятно суть тогда вот можно пользоваться вот таким вот таким методом так вопрос может быть что-то повторить что неважно регистр неважно главное что вы их здесь указали в командной строке вот здесь где у меня мышка вот здесь указали вот должна эта последовательность символов встретиться на отдельной строке часто здесь EOF end of file пишут ну или любой другой то что у вас точно не встретится в тексте на отдельной строке end иногда пишут все что-то ну здесь вот end написано здесь как бы формирование email но у вас так вот по простому email вы так не сформируете сейчас то есть тут уже специальные настройки ну а как бы вот формирование письма здесь собственно говоря общие редиректы ну и все эта презентажка у меня кончилась и мы успеем еще посмотреть до нашей практики еще один кусочек презентажки да это я с детьми электроникой занимаюсь и тут элементы схем как фуллскрин следующую тему которую мы с вами посмотрим по изучаем это пользователи и права доступа что это риополик господи не надо так смотрите ну ну мы мы немножечко позанимаемся этими вещами тут сначала мы поговорим о пользователях и группах значит что надо знать о группах и зернах любой файл принадлежит какому-то пользователю любой файл и любой файл принадлежит какой-то группе то есть у этих двух как бы это как бы два владельца владелец пользователь и владелец группы зачастую не пересекающиеся никак то есть пользователь может не входить в эту группу не взять это все любой процесс то есть единица выполнения любая единица выполнения там сейчас все более податно вот ну будем так говорить любой процесс он тоже выполняется от какого-то пользователя и от какой-то группы вот файл пользователь и группа вот и еще такой момент надо знать про пользователя и группу любой пользователь входит хотя бы в одну группу есть компонент как прайм сейчас разберемся где она появляется она ничего не значит сейчас в современном мире раньше были всякие сейчас реально нету никаких пользователей и нету никаких групп есть идентификатор идентификаторы называются юид юзер идентифай и гид групп идентифай а как мы их назовем это уже совершенно не важно обычно уиды и гид уникальны в рамках одной системы никто не может гарантировать уникальность в рамках сети но если мы подключаем сетевую аутентификацию то мы используем в качестве уидов и гидов идентификаторы приползшие из этих систем если мы аутентифицироваемся при помощи кербераса в актив директоре у нас будет керберас айди который построится в виде какие-то области вот то есть такая вот интересная система сейчас я расскажу как это было в древние времена потому что сейчас это вообще чудесовато но почему-то все очень хотят знать как это было в древние времена раньше в глубокой древности и сейчас тоже кстати пользователи хранились в файле где-то цепь свд то есть что значит хранились пользователи хранились соответствия имен пользователей уйдут также могли использоваться шарик датабейс низ низ плюс пис масса их была имеем легион и нету их больше не использоваться сейчас довольно часто используются разные централизованные версии хранения самый простой из них лдап умеет кирберс умеет различные типы современных ссо в том числе всякие угловые там можно это все настраивать это все делается все припатяется вам наверное интересно будет лдап как лдапом аудентифицировать UX кстати если вы в какой-нибудь книжке предпочтете что это делается при помощи самбы выкиньте только сожгите эту книжку даже не выкиньте сожгите она больше никому не попасть никто сейчас в современном мире это при помощи самбы не делает потому что самый хривой глюковый продукт один из прекрасных демонов который называется SSSD и это вещь которую вы нужно гуглить для того чтобы аудентифицировать ваш Linux в Active Directory мы простыми словами что такое демон потому что я тут у нас читала такое что? демон еще раз демон окей я расскажу что такое демон демон это не интерактивный процесс это сервис демон это сервис вот в терминологии Windows это сервис более того это сейчас в терминологии Linux это сервис это просто некий кусок софта который загружен в систему в память и выполняется и ждет каких-то событий внешних событий это могут быть от железа от часов от железа мышку обслуживает демон мышка грубо говоря к другому не знаю но чаще всего демон обслуживает сеть HTTP сервер реализован демон там какой-то в данном случае SSSD это демон авторизации он ждет события авторизации и ее делает у меня могут разные словечки простые как спрашивают да демон SSSD вот он хорош потому что он имеет керберус в том числе отзыв тикетов он умеет много чего он умеет и это более-менее современная штука для того чтобы это сделать но хорошо бы знать как это было устроено в самом начале и наверное мы уже не успеем смотреть поэтому я я вам сейчас дам задание задание вам придется записать где-то потому что нотик я заберу что а в телеграм да правильно значит давайте задание будет такое задание будет такое первое это wildcard исследовать особенно такие вот вещи как квадратные фигурные скобочки квадратные скобочки вопросики и звездочки да это первое сейчас я вам презентажку эту кину туда же чтобы соответственно она у вас там была ну и он у меня опять поджим поджим вот Так, и еще раз, дубль два. Так, это, не знаю почему, а он все еще канатится.